В далеком 2009 году в серии красная книга была выпущена однолировая монета, посвященная слонам Турции и слоны немножко. Почему красная книга, непонятно. Слоны на той территории Турции, которой она занимает сейчас, водились ни много ни мало. 200 тысяч лет назад. И сейчас их можно увидеть разве что в зоопарках и государственных заповедниках. Так что в красную книгу слонов заносить слишком поздно. Туркам, во всяком случае. Возможно, турки таким образом напоминают всем о размерах некогда Великой Османской империи. В период наивысшего развития она распространялась на по большей части Юго-Восточной Европы, Западной Азии и Северной Африки. Только вот было это в 17 веке. Может быть, в данной серии монет на Аверсе изображены животные, которые внесены в международную красную книгу. Но тогда как быть с монетами Анкара Кедиси, турецкая ангарская кошка, или Сивас Кангал, собака турецкий Кангал. Ведь есть животные занесены только в Красную книгу Турции. Интересно, что монеты в серии Красной книги выпущены малым тиражом, всего 15 тысяч экземпляров. Сама же турецкая лира, обновленная после динаминации турецкой валюты, имеет хождение как раз с 2009 года. Тогда увидел свет первой монеты серии, слоны. Характерно, что эти лиры не содержат в номинале слова «новый», и они как-то были в течение четырех лет переходного периода после динаминации 2005 года. На аверсе монеты 1 лиры вместо профиля первого турецкого президента Мустафы Кемеля Ататюрка мы видим изображение слонихи и слоненка. Серия очень любима коллекционерами на мазматической фауны. Они не задумываются над тем, есть ли вовшие слоны в Турции в природе в диком виде. Ну, ладно. Бог им судья, этим туркам. Ну, как бы есть немножко времени, что ли, на турецкую тему, на тему слонов. Можно какие-то анекдоты, что ли, вспомнить хотя бы. Вот закончилась трагедия, очередная попытка сделать из мухи слона, крылатый животное разбилось на взлете. Чем российский инспектор отличается от слона? Ну, в смысле поесть, тут слон впереди. В смысле выпить, тут 50 на 50. А вот в смысле поднасрать, тут слон отдыхает. Идут по мосту слоны и заяц. Мост под ними прогибается. Слон опасливо, смотри, заяц, мост как прогнулся. Заяц говорит, ну, еще бы, ведь нас же двое. Дело происходит в Африке. Прибегает слоненок к папе. Папа, а что за фигня? Пошел на водопой воды попить, а меня побили. Ну, нифига себе, сынок. Сейчас братву соберу, пойдем разберемся. Мечется стадо слонов под джунглем на разборке. Тут из зарослей вылазит муравей. Стоять, слоны, куда бежим, что за толпа? Ну, понимаешь, мой сын пошел на водопой, а его побили. Вот идем разбираться. Так, я ничего не знаю, развернулись и назад. Ну, как же так? Вы что, не поняли? Быстро разошлись по домам. Слоны разворачиваются и идут обратно. Слоненок говорит, как же так, папа? Мы же ведь слоны, у нас же лапы, во! У нас же мышцы, во! Ну, понимаешь, сынок, участковый, он и в Африке участковый. Слон лает, а караван идет. Куда идет? К психиатру, конечно. Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы тебя лучше видеть. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Это чтобы тебя лучше слышать. Бабушка, а почему у тебя такой большой нос? Внучек, отстань, мы же слоны, в конце концов. Из письма заказчика А на левой части макета Разместите стилизованного слоненка В строительной каске Который с радостной улыбкой Завергает из хобота бетонный раствор Ваши товарищи Если хотите чего-нибудь большого и чистого Помойте слона На этом пожалуй все Спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok